А как вы думаете, чем закончится эта война? Мы узнаем это зимой. Ну, я знаю, что я бы сделал на его месте. Я бы дождался первых похолоданий и закрутил бы вентик. И, конечно же, он собирается так сделать. Он собирается контролировать энергию? Ну, конечно, он собирается это сделать. Он же предупредил Запад, настаивая, что необходимо решить проблемы с техническим обслуживанием, и закрыл трубопроводы. Как вы думаете, он применит те ядерные оружия? Ну, при необходимости он применит тактическое оружие на поле боя. Даже если начнется Третья мировая война, ну, скорее, не начнется. Потому что мы не ответим, а зачем это нам? Должны ли украинцы уступить русским территориям? Я не могу говорить об этом, потому что не знаю, каковы могут быть предварительные условия для мира. Но мне известно наивное представление о том, что русские как-то так поиграют, или что мы выиграем. Я просто не понимаю. Я не понимаю, что значит мы выиграем. Что именно мы здесь выиграем. И как мы можем победить? Мы все равно не можем победить Путина, потому что вы не можете победить того, кому вы не можете сказать нет. Точка. И мы не можем отказать Путину, потому что мы продали свою дужу за его нефть и газ. И мы сделали это, чтобы поднять свой моральный статус по отношению к спасению планеты. И вот нам предстоит очень страшная зима, из-за нашей собственной глупости и моральной самонадеянности. Путин намного больше похож на всех остальных людей, чем кто-либо думает. Вы знаете, сравнивают многие его с Гитлером и Сталином, и это просто глупо. Я не вижу никаких доказательств этому. Продолжение следует...